друзья всем привет мои декабристы набирают цвет это наверно будут два одинаковых декабриста такого чисто белого цвета и немножко с розовинкой немножко с розовинкой 2 декабристы а вот те которые я раньше снимала и я не успела заснять так как они уже ушли в добрые руки а эти я надеюсь посмотрю я на их цветение вот такие смотрите бутончики а сейчас друзья будем размножать сегментами декабристы хотя я себе сказала что все-таки с декабристами попрощаюсь но когда они цветут они такие красивые и очень даже не хочется расставаться с ними вот так вот ну все давайте будем приступать к размножению декабристов друзья появились у меня вот такие вот сегменты декабристы красного цвета и декабристы желтого цвета конечно цветения этого растения очень красивые хотя я уже повторяюсь решила с ними было расстаться но раз принесли значит я их посажу и посмотрю как они укоренятся приготовила такой контейнер с одной стороны у меня будут сегменты декабристы красного цвета вот с этой стороны и подписала еще дату дату и с другой стороны сегменты декабриста желтого цвета но контейнера положила дренаж сделала дренажные отверстия грунт взяла не для суккулентов смешала торф кислый торф нейтрализованный и добавила немножко пежелита и все вот такой вот грунт вот сюда буду сажать сегменты декабристов хотела я с ними расстаться но видимо видимо судьба мне не дает не дает чтобы я рассталась с ними очень мне нравится цветение декабристов хотя декабристы цветут всего один раз в год бывает иногда и повторное цветение и время цветения опять-таки декабристам нельзя менять ориентацию они должны стоять в одном положении как привыкли получению света если поменять ориентацию они могут скинуть бутоны декабристы это суккуленты суккуленты и у них корневая система небольшая поэтому я сильно углублять не буду и давайте приступим посадки посадки я еще приготовила корневин я буду мотать корневин и что хочу еще сказать что эти сегменты появились у меня не сегодня и не вчера а позавчера они у меня лежали в коробочке в темном месте немножко подсыхали для того чтобы они лучше укоренились но это у меня будет второй опыт укоренения вот так сегментами и первый опыт был не такой уж как сказать не такой хороший не такой результативный так как много много сегментов у меня загнили мы посмотрим как получится на этот раз вот я макаю в корневин и просто вот так стыкаю немножко каждый сегменте но лучше бы конечно укоренять сегменты вот фрагменты с двумя сегментами у меня где как получилось где один фрагмент где один где два в общем как получилось так и буду делать вот так буду втыкать немножко наверное нужно утрамбовать потому что все таки они немножко спадывают падают не держатся так я так не держится поставим другой рядышком получился сегмент какой фрагмент с тремя сегментами даже все макаем в корневин и просто немножко углубляем грунт немножко и все вот с этой стороны у меня будут сегменты красного цвета вот еще наверное один ряд у меня получится принесли немного хотя я просила даже просила же конечно я просила вот отменялись с женщиной совсем немного она не пожалела и вот этот надо как-то так выпрямить немножко чтобы он не падал вот так вот и фрагменты сегменты или фрагменты декабриста желтого цвета я еще ни разу не видела цветение декабриста желтого цвета красивые цветы или по-другому еще их называть рождественники потому что они по идее это должны цвести должны цвести декабре но у кого как кого-то даже цветут раньше у кого-то даже весной когда каким вздумается тоже хотя природой так задумаю что они цветут обычно декабре мне не нужно запутаться теперь вот тут один ряд желтого цвета и вот два таких фрагментика одиночных я найду местечко вот здесь где-нибудь чтобы ряд именно только желтый ну вот все друзья посадила вот так вот получилось у меня видите спадывает вообще их даже шевелить нельзя тихонечко аккуратненько я сейчас полью их полью полью добавила воду капельку hb 101 и вот так вот пройдусь по ряда и все ну конечно буду проверять смотреть поставлю под подсветку и посмотрим посмотрим через какое время они укоренятся никакие тепличные условия для них не нужны они так должны укорениться ну а для того чтобы цвели декабристы именно надо их немножко подержать прохладным месте и уменьшить уменьшить надо период освещенности немножко поэтому если такие условия будут выдержаны если декабрист уже подрос конечно же он должен отсвести ну все друзья на сегодня все всем самого хорошего доброго до свидания